МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на них будет отвечать нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. Ну что же, ждем ваших вопросов. Ну а первый мой вопрос, Ирина Николаевна. С 2016 года, сначала, на протяжении нескольких месяцев, вот уже нотариусы удостоверяют новые обязательные виды сделок с недвижимым имуществом. Пожалуйста, напомните, какие виды договоров стали обязательно подлежать нотариальному удостоверению и много ли граждан обращаются к вам за этим? Да, в настоящее время с 1 января вступили изменения, о чем мы неоднократно говорили. И в настоящее время нотариальному удостоверению подлежат сделки, которые совершаются от имени несовершеннолетних, от имени недееспособных. Также те сделки, которые подлежат нотариальному удостоверению, это сделки по продаже долей в квартире, когда доля продается постороннему лицу. Также это сделки по продажу земельных долей, соглашение между супругами о разделе совместно нажитого имущества. Это все теперь в настоящее время нотариальные сделки. При разводе? Нет, при разводе разделить имущество можно в любое время, как в браке, так и после расторжения брака. Это, скажем так, все по желанию супругов. Понятно. Ну вот нотариусы в свете новых изменений наряду с органами власти стоят еще и на защите прав несовершеннолетних. Но, насколько мне известно, ранее данные полномочивали лишу опеки. Вот в каких случаях необходимо получать согласие органов опеки и попечительства, Ирина Николаевна? Ну, если мы с вами говорим о нотариальной сделке, то есть нотариальная сделка в том случае, если доля принадлежит несовершеннолетнему любому недееспособному. Соответственно, на продажу доли такому лицу необходимо получить разрешение органов опеки. Соответственно, орган опеки, давая такое разрешение, указывает те условия, которые необходимо выполнить. То есть, допустим, либо это одновременная покупка недвижимости, либо покупка, допустим, в дальнейшем. Соответственно, нотариус должен исполнить это разрешение органов опеки, выполнить те условия, которые указаны в разрешении. Поэтому в данной ситуации соблюдение условий разрешения выполняется, скажем так, также нотариусом. Спасибо. У нас есть звонок от телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Добрый вечер. У меня такая ситуация. Пять месяцев назад погиб муж, наследство я не вступала. Имущества собственности у него не было, но я еще открыта в Серванке в 87-м году. Чтобы получить компенсацию, попасть в услуг, обязательно в аренде установлению, это нравится? Спасибо. В данной ситуации все денежные счета, которые были, то есть вклады, они являются наследством, входят в состав наследства. Поэтому вам необходимо обратиться в нотариальную контору. Наследниками после вашего супруга являетесь вы и ваши дети, если таковы, имеете, соответственно, его родители. Срок для принятия наследства, для подачи заявления 6 месяцев. Поэтому необходимо вовремя подать заявление о принятии наследства. Если там кто-то желает отказаться, допустим, родители, тогда соответственно отказ от родителей. И оформить у нотариуса свидетельство о правильном наследстве. Ну и здесь не лишним будет добавить, что обратиться можно к любому нотариусу, не обязательно по месту жительства. То есть в настоящее время, тоже мы про это неоднократно говорили, наследственное дело можно открыть у любого нотариуса города Самары, если наследодатель проживал в городе Самаре. То есть где вам удобно, куда вам удобно, вы можете обратиться и заняться там открытием наследства. Ирина Николаевна, ну вот немножечко прицеплюсь к вашей фразе, если позволите. Вы сказали «проживал», но ведь можно проживать в одном месте, а прописано в другом. Я имела в виду официально зарегистрирован. То есть для того, чтобы было понятно, то есть именно официально зарегистрирован на территории города Самары. То есть если, допустим, он проживал в Самаре, но был зарегистрирован за пределами города Самары, то есть либо где-то в области, либо в другом, скажем так, районе, либо в другом городе, соответственно, открывается наследственное дело там, где был официально зарегистрирован. Если регистрации официальной не было, то здесь несколько вариантов. То наследственное дело может быть открыто по месту нахождения недвижимого имущества, там либо по наиболее ценной части недвижимого имущества, ну либо по решению суда. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Алло, добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Я являюсь участником в обществе с ограниченной ответственностью и хочу из него выйти. И вот в декабре я еще отправляла в обществ заявление о том, что я хочу выйти из общества, но, к сожалению, мое заявление вернулось обратно, то есть по почте. Общество его не получило, директор тоже не получал и никаких действий не предпринимается. Как мне поступить, чтобы исключить меня из числа участников и чтобы вот в налоговой я нигде не числилась в реестре? В настоящее время, также вот с 1 января вступили в силу изменения, теперь у нас выход из общества удостоверяется по правилам удостоверения сделки. То есть, если, допустим, вы сейчас желаете подать заявление о выходе из общества, то вы должны сначала обратиться в антариальную контору, ваше заявление будет удостоверено как сделка. При этом предъявлять обычно необходимо, что устав, так как необходимо проверить условия, есть ли в уставе, во-первых, вообще право на выход. Так как в законе написано, что участник может выйти из общества, если иное не указано в уставе. То есть, допустим, если устав может запретить вообще выход из общества. Поэтому при удостоверении заявления о выходе наталью потребует с вас обязательно устав, вы можете получить его в налоговую инспекцию, ну а выпуск мы заказываем, скажем так, сами. Вот, если вы состоите в браке и эту долю, скажем так, там приобретали, либо создавали общество в браке, то вам потребуется согласие вашего супруга на выход из общества. После этого данное заявление вы можете либо лично передать в общество директору, либо, скажем так, по почте, но по почте видите, у вас какая неудачная ситуация, либо можете обратиться к нотариусу за другим нотариальным действием по передаче вашего заявления в общество, это будет уже другое нотариальное действие, и попросить нотариуса оказать, скажем так, содействие в передаче вашего заявления в общество. После поступления заявления в общество, если уставом, Опять же, предусмотрен выход. Директор должен ваше заявление засвидетельствовать, зарегистрировать у себя в обходящей книге. То есть получить его, официально зарегистрировать. И после этого уже заявителем в данной ситуации является директор. То есть директору необходимо подать заявление по форме 14.001. Это заявление как раз подается в налоговую инспекцию о том, что участник вышел, доля переходит в общество. — Ирина Николаевна, а вот по срокам, если за обращением конкретного данного нотариального действия, сколько нотариусы обязаны за какой срок исполнить все пошагово, о чем вы сейчас рассказали? — Нет, ну если обращаются с заявлением... — Процедура вообще длительная? — Нет, если обращаются с заявлением, сегодня пришли, скажем так, удостоверить вот такое заявление о выходе. Документы, если все в наличии, то как бы это делается все в один день. Пожалуйста, без вопросов. А дальше уже процесс передачи. То есть если обратиться к нотариусу за передачей, нотариус тоже также будет пытаться отправить либо по почте, скажем так, либо выйти на место. Но вопрос в том, скажем так, чтобы правильно был указан адрес, где находится, соответственно, представительство этой организации. Поэтому здесь сроков, как таковых, в общем-то, нет. Тем более для удостоверения, если обратились сегодня, то сегодня совершается и данное интериальное действие. — Спасибо. Ну что же, я напоминаю, телефону прямого эфира — 202-11-22. Довозванивайтесь, пожалуйста, к нам в студию. Задавайте свои вопросы, связанные, разумеется, с нотариатом. Ирина Николаевна, следующий вопрос. Вот давайте остановимся поподробнее на договорах продажи доли в недвижимости. По закону лицо, имеющий намерение продать долю, должен известить всех сособственников. Ну вот, а как проверяют нотариусы? Извести ли сособственников или нет? Ну, во-первых, здесь ситуация тоже бывает разная. То есть можно также известить сособственника через нотариуса, что как бы часто бывает. Можно известить сособственника самому, но здесь необходимо соблюсти процедуру. Почему обращаю внимание? Потому что порой бывает так, что известили, но получили не те, кому нужно получить. То есть процедура какая? Допустим, тот, кто желает продать свою долю, может, должен быть, не обязан, известить сособственников о продаже своей доли. Значит, либо нотариальная передача возможна, либо здесь действовать самому. Но лучше всего, конечно, делать каким образом? Допустим, само заявление попросить передать все-таки нотариусу, так как нотариус здесь будет уже уверен на 100%, что он передал, и он будет дальше работать с этими документами. Если, скажем так, извещают сами, какая проблема возникает? Во-первых, у нотариуса мог возникнуть сомнение, получил ли гражданин действительно это письмо. Потом очень часто бывает, когда извещение получает ненадлежащий, скажем так, сособственник. Могут вручить мужу, могут вручить ребенку, понимаете, документ. Соответственно, нотариус видит документы, да, действительно отправили, но получил не тот человек, кого извещали. И, исходя уже из этого, получается, проблему, сделку совершить нельзя. Поэтому в данной ситуации, если извещают все-таки сами, да, то необходимо правильно указать, кого необходимо известить, то есть указать все условия. Но все-таки лучше всего в настоящее время передачу производить через нотариальный контроль. Это более официально. Ну, во-первых, нотариус в данной ситуации, если он известил, он знает, что он уже такое действие совершил. Он отвечает полностью за сделку, он не будет задерживать сделку. Если Наталья принимает документы, которые никем никогда не были удостоверены, он может сделку приостановить, он имеет право на это. То есть он может запросить дополнительно сведения, то есть там того же человека запросить, получал ли он такой документ, направлялся ли ему такое письмо. Вот, то есть как бы здесь идет уже речь о том, что сделка может быть отложена какое-то время. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый вечер, мы в прямом эфире программы «Территория права». Мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Наташа. У меня вопрос. Мама старенькая, свою долю в квартире хочет подарить своим двум дочерям. Может ли она составить доверенность третьему лицу, чтобы тот человек от ее ивенни оформил договор дарения? И кто может быть этим третьим лицом? Родственник, внук, племянник. Спасибо. Да, в настоящее время, если ваша, скажем так, мама не может сама обратиться к нотариусу, либо в органы госрегистрации для совершения сделки, она может сделать доверенность на оформление договора дарения. Такая доверенность может быть выдана на третье лицо. В доверенности обязательно указать на какие действия, то есть она выдает доверенность. То есть не просто, допустим, подарить квартиру, а конкретно кому подарить. То есть должны быть указаны в доверенности данные о даряемых. В противном случае доверенность будет просто недействительной. Кому она может, скажем так, доверить? На данной ситуации закон как бы не ограничивает ее, кому она может доверить. Но, конечно, лучше, чтобы это было лицо не заинтересованное, которое не имеет отношения, скажем так, к этой квартире и к вам, как к родственникам. Но это ограничение бывает обычно в том случае, когда речь идет о подписании доверенности, либо подписании завещания. Там действительно есть круг, скажем так, рукоприкладчиков, кто не может быть рукоприкладчиком. В данной ситуации таких, скажем так, требований нет, но в избежание каких-либо вопросов может быть любое третье лицо. Спасибо, Ирина Николаевна. Продолжаем принимать ваши звонки, уважаемые телезрители. Ирина Николаевна Богатырева, нотариус города Самара, на них отвечает. Поэтому звоните 202-11-22. Ирина Николаевна, вопрос от телезрителей. Мама получила дом в наследство. После ее смерти как будет разделено наследство между мной и сестрой? Завещания нет. Ну, в данной ситуации речь идет о наследстве. Наследство возникает, если отсутствует завещание, то мы возвращаемся к наследованию по закону. По закону наследниками в первую очередь являются дети, супруги, родители. То есть, если у них нет папы, то есть это только одна мама, соответственно, наследниками будут ее дочери. То есть, обе сестры в равных долях каждая. Что нужно им сделать? Им будет необходимо обратиться к нотариусу для открытия наследства. То есть, в случае открытия наследства у них есть 6 месяцев для того, чтобы обратиться к нотариусу за открытием наследства и оформлением его, соответственно. Хорошо, спасибо. Квартира куплена в браке и оформлена на жену. Имеет ли сын от первого брака право на наследство после смерти отца? Да, в данном случае, если отсутствует брачный договор, если отсутствует соглашение разделя имущества между супругами, возникает наследство. То есть, мы уже неоднократно говорили, что в случае открытия наследства, независимо от того, на чье имя оформлено имущество, если имущество было приобретено в период брака на совместное средство, оно является совместной собственностью. То есть, в данной ситуации подразумевается, что в данном имуществе есть одна-вторая доля, которая принадлежит ее супругу. И я повторяю еще раз, то есть, если отсутствует брачный договор о том, что у них раздельное имущество, то здесь данная доля будет входить в состав наследства, и наследниками на нее будут являться супруга, родители, если они живы, и все дети от всех браков. Спасибо, Ирина Николаевна. Принимаем звонок. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Слушаем. Я хотела задать такой вопрос. Я могу говорить, да? Да, мы слушаем вас внимательно. Я хотела задать такой вопрос. Я пожилой человек, бабушка, старственную хочу оформить своей однокомнатной квартире своей внучке. Но мне было сказано, знакомые просто мне сказали, что если она выйдет замуж, и вдруг они разойдутся с мужем, то якобы это будет комната делиться на двоих, на мужа и на нее. Может ли такое быть? Спасибо. В случае совершения дарения, если вы подарите эту комнату вашей внучке, то собственностью будет ваша внучка. Значит, то имущество, которое получено по дарению или по наследству, раздела с супругом не подлежит. Поэтому данная комната будет являться только собственностью вашей внучки. Здесь только необходимо напомнить вам, что если вы подарите ваше имущество, то есть вашу комнату, то собственником будет ваша внучка, и она может делать с этим имуществом все, что угодно. Чтобы вы про это помнили и знали, то есть стоит ли делать договор дарения. А по поводу того, что имущество будет делиться между супругами или нет, в данной ситуации это имущество будет неделимо. Так она получена будет по дарению. Спасибо, Ирина Николаевна. А мы принимаем очередного дозвонившегося к нам в программу. Территория права. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос по поводу нововведения по оформлению сделки купли-продажи при продаже доли в квартире. Возможно ли просто привезти сособственников, чтобы не брать от них доверенность? Вы имеете в виду, наверное, я поняла вас. Конечно, это самый лучший вариант. Если вы в хороших отношениях с вашими сособственниками, они готовы обратиться в наториальную контору, это будет быстрее, естественно, вы можете обратиться к любому нотариусу, он даже может обратиться, скажем так, без вас, ваш сособственник, и оформить такой отказ. Это самый лучший вариант, конечно, чем когда-то извещать, направлять, во-первых, это по времени быстрее, и действительно для сделки все понятно, человек пришел, отказался, никаких проблем нет. Но прийти нужно непосредственно к нотариусу. Нотариусу обязательно, однозначно, да. При себе иметь паспорт и документ на свою долю собственности. Спасибо, Ирина Николаевна. Вот такой еще вопрос. После смерти первой жены еще не оформляла наследство, хотя прошло пять лет. Вопрос, можно ли вступать во второй брак? Не повлияет ли это на оформление наследства? Нет, такое, скажем так, не повлияет на оформление наследства, так как тот брак был, и так как супруга умерла, поэтому брака, скажем так, первого нет. Поэтому в данной ситуации вступление во второй брак не повлияет на оформление наследства после смерти первой супруги. Спасибо, Ирина Николаевна. Вот такой вопрос. Ситуация в квартире не приватизирована, и прописаны были я и бабушка. Бабушке, к сожалению, не стало. А вот какие права на квартиру имеют ее сестры и дочки? Я перезаключила договор найма о жилье с ЖКХ. Мне еще сказали, что если ее продать, то надо делиться с наследниками. Но почему я не понимаю? Ведь ее в собственность оформляю на себя, приватизирую. Значит, если квартира не была не приватизирована, по договору социального найма была оформлена, то никакой собственности, никакого наследства здесь не возникает. И в случае смерти одного из нанимателей переоформляется договор найма на того, кто остался, и, соответственно, она уже решает вопрос, стоит ли ей приватизировать или не стоит. Поэтому наследства здесь не возникает. Она имеет право квартиру приватизировать, это будет только ее собственность. Спасибо большое. Ну что же, время нашей программы истекло. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Обязательно следите за нашими анонсами. Мы работаем в прямом эфире. Специально уважаемые телезрители для вас. Ну а также в течение недели мы принимаем ваши вопросы по телефону 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста. Ирина Николаевна, благодарю вас за интересную передачу. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнали Симон.